скажите откуда у вас силы смеяться вот концерт закончился я просто экспериментирую сколько времени вы будете вот так энергично проводить вечер знаете как двое наших поспорили вот это тоже признак энергии в наших людях и в баре кто засунет лампочку за 100 долларов в рот вот зачем зачем этим заниматься не в швейцарии не финны не будут этим заниматься нашли за 100 я засуну хоть 60 ватт пожалуйста дай сюда лампочку можно засунуть ее нельзя высунуть она самозаклинивает он стоит глаза как два цоколя 100 долларов в руке представляете 2 говорит поехали я тебя к врачу отвезу у тебя и деньги есть для врача врач такого не видел никогда почему к нему пришел человек которого в патрон ворачивать можно а врач тоже русский человек он спрашивает у этого который с лампочкой ты чё дурак лампочку в взял он у него спрашивает тот врачи ума врач вынул дал лампочку и визит трофей домой едет такси такси спрашиваю как данка сердцем с лампочкой в руке говорит прислечь на как вы себе дурак суд утром взял на 100 долларов лампочку в рот таксист не дал продолжить за стоп чу дурак и я возьму дай сюда люди на перекрестке смотрят такси слабо думать чё путь себе освещает бывалый говорит таксисту поехали я знаю врача который умеет вынимать лампочки больше всех был поражен врач почему к нему самого утра попадают люди с лампочками во рту скажите вот нормальные люди не могут так ухахатываться а бизнесмен латышский приехал в москву в риге в латвии валюта латы они думают мы все про их жизнь знаем сейчас он пришел в магазин в этот в ресторан и гардеробчик говорит куда у вас латы сдать можно тихо 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 гардеробчик говорит латы сдай мне а коня привяжи у входа я не могу от вас я сам смеюсь вот вы что думаете что вот громче нельзя смеяться можно черномырдин а лукашенко от хороший человек хороший человек он сказал наш народ будет жить плохо но не долго значит это а второй раз я наш парламент перетрахивал и воду перетра кончайте смеяться дайте договорить нельзя было смесь свет выключать с вами нельзя в темноте проводить время а лозунг медсанчасти вы меня смешите уже тихо тихо все тихо тихо лозунг медсанчасти серьезный спид беременность и другие венерические заболевания передаются половым путем а у него само по себе он кричит и все так что думаете громче нельзя смеяться уверяю вас возможно во всех автобусах сибири прошу меня извинить но рекламы сделали свое дело люди перечислить перестали чувствовать смысл слов во всех автобусах сибири граждане пассажиры просьбам предъявить месячные в развернутом виде ужасная картинка ужасно я спокойно спокойно успокоились бензоколонка в челябинске у меня когда я прочитал это объявление выпал шланг я вам честно говорю не тот шланга у вас за миг бы все повыпадало если бы услышали увидели такое на бензоколонке сначала плати потом вынимай спокойно спокойно а врач попросил студента принять пациента пока он сбегает перекусит пришел пациент студент спрашивает тихо у вашей матери кроме вас выкидыши были а вы заметили что вы все сильнее смеетесь четыре часа пять минут вы находитесь вы понимаете какая фора американцам а лежали лежа деды морозы стояли перед новым годом на прилавке было написано дед мороз шоколадными яйцами это вы смеетесь а в петербурге на ценнике было написано дед мороз тремя спокойно выдержка из протокола но на ночь не вспоминайте то что сейчас выдержка из следовательского протокола во рту у трупа между зубами была большая промежность во страшилка настоящая а в зоопарке в московском просьба страусов не пугать пол бетонный а тихо а наша наша эмигрантка все сейчас я вас доконаю наша эмигрантка пола покупает половину говяжий язык в мясной лавке в америке весь мясной отдел наверное это запомнил она решила показать руками что ей надо половину говяжий язык тихо 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 она отошла и показывает значит половину говяжий язык она показывает тихо дайте до конца показать она показывает а а я с одним бизнесменом летел в америку перед америкой надо заполнять анкеты в анкетах есть графа секс секс по-английски это пол это пол он чё думал по пьяни то и написал тихо он написал один раз в неделю и ему стюардесса говорит мужчин или женщин какая мне разница я считаю я внушил вам чувство уважения к нашей энергии все уважаемые зрители надо расходиться я скажу обычные слова вступительные дайте мне свет пожалуйста потому что будьте добры потому что я хочу посмотреть кто тут так ухахатывался вы тут так головами бились замечательно вам нельзя было выключать свет это был сеанс он был заряжен правда я ну вот вы не верите я очень мощный экстрасенс сейчас я вам докажу вы придете домой вспомните мое пожелание я его заряжу сейчас я вот отхожу чтобы всем зарядить вы русские люди я русский человек мы все наши сбудется стопроцентно у кого-то из экстрасенсов снимается 9-30 заряжаю тишина всем на ночь приятного аппетита